Россияне взялись за Вадима Погодина, так называемого полевого командира ДНР. Что это? Уничтожение активных участников оккупации Донбасса и свидетелей военных преступлений? Или сбрасывание балласта и скачающейся лодки, которая вот-вот пойдет ко дну? Вадим Погодин – главарь группировки «Керчь». В 2014-м он принимал активное участие на стороне пророссийских сил. На этих кадрах российского телеканала он рядом с лидером самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко. Имя боевика Погодина украинцам стало хорошо известно после того, как раскрылись обстоятельства страшного убийства 16-летнего школьника из Краматорска Степана Чубенко. Кого я должен бояться на своей донбасской земле? Краматорск – это Украина. Мама Степана Чубенко вспоминает, что несмотря на свой юный возраст, ее сын занимал активную проукраинскую позицию. Когда русский мир впервые пришел на землю Донбасса и сепаратисты пытались захватить Краматорск, школьник с друзьями помогал украинским военным. Носили воду и еду, срывали в городе триколоры и раздавали листовки с надписями «Краматорск – это Украина». За свою позицию Степан Чубенко получал немало угроз, поэтому родители вынуждены отправили ребенка к друзьям в Киев. После того, как сепаратисты и банкформирование вытеснили из города, Степан, не сказав родителям, решил вернуться в Краматорск через оккупированный Донецк. Но на перроне его задержали, больше мать сына не видела. Несколько месяцев семья разыскивала пропавшего и нашла мертвого. После ужасных пыток Степана расстреляли. Эта футболка была у него на голове, то есть они, видимо, страшно было в глаза смотреть. На голову футболку надели. Руки за спиной скотчем завязаны. Сняли такие идейные, даже с нацика кроссовки сняли, не помрезгивали. В его теле было пять пуль. 16-летнего Степана убили в затылок. В расстрельную тройку школьников входили боевики из батальона «Керчь». Москалев, Сухомлинов и командир Вадим Погодин. Убийцы сбежали на территорию России. В Украине Погодину заочно вынесли приковор. Пожизненное заключение. Убийцу объявили в международный розыск. Россияне даже задержали главаря банды «Керчь» в Крыму. Но через 40 суток отпустили, так и не выдав властям Украины. Тогда в российском обществе поднялась волна в поддержку убийцы. Депутаты Госдумы, российские селебрити, реабилитировали Погодина перед своими избирателями и поклонниками. Убийца жил в аннексированном Крыму, занимался бизнесом и был довольно публичным. В новостных сюжетах о жизни в Севастополе засветился как замдиректора подрядной организации, которая занималась капитальными реконструкциями. И вот так называемая полиция самопровозглашенной ДНР задержала Вадима Погодина. Ему шьют организацию ОПГ и даже вспомнили дело об убийстве проукраински настроенного школьника. Но о том, что в квази-республике вспомнили, о правосудии и речи не идет. Мы не обсуждаем события в правовом государстве. То есть это, если бы, например, все это происходило, какой-то суд цивилизованный, то мог бы какой-то адвокат на основе кодекса вам сказать, что сколько лет могут дать, сколько дадут. А здесь все идет в плоскости каких-то личных разборок между бандитами. То есть это же не закон работает, это просто он с кем-то что-то не поделил, поссорился, его закрывают над ним, с ним пытаются таким образом как бы расправиться, ему отомстить. Поэтому, может, его завтра задушат, в камере повесят, да, как это бывало много раз там на Донбассе и в России тоже. То есть что здесь можно спрогнозировать? Вообще ничего не понятно. Что точно можно прогнозировать, Вадим Погодин вряд ли попадет в руки украинского правосудия. Активный участник захвата россиянами Донбасса, уж очень много ценных показаний он может дать для ГААКи. Среди прочего, на боевика с позывным «Хмурый», помогавшего по данным СБУ россиянам перевести бук, с которого избили малазийский Боинг MH17.